Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами поговорим об 11 знаке Верховнего Зодиака. Это охотник. Этот человек обязан достигать своей цели, несмотря на постоянно меняющийся мир. На то, что ситуация никогда не бывает стабильна, а цель удаляется, мимикрирует. Охотник, поднавшийся за двумя зайцами, пытающийся на ходу перестроиться, усомнившийся в себе, в своем пути, проиграет. Причем проигравшим станет его собственная судьба. Охотник – знак Верховного Зодиака Охотник, Верхнего Зодиака Охотник. Одиннадцатый знак Верхнего Зодиака, находящийся между знаками Зодиака Телец и Близнецы. На звездном небе Охотнику соответствует созвездие Орион, Верхний Зодиак Охотника с 14 по 27 мая. Верхний знак Зодиака Охотник имеет еще несколько архетипов – странник, всадник, нараспутье, отшельник, пилигрим. Что говорит о многогранности людей этого знака? Имеют большой шанс раскрытия знака Охотника, рожденный с 20 по 23 мая. Основная миссия которой следует человек-охотник – поиск и добыча чего-то или кого-то. Объектом его поиска может быть то, что доставляет ему некое эстетическое удовольствие, обеспечивает комфортное существование или удовлетворяет какие-то иные потребности, имеющие в основном материальную природу. Для обеспечения успешной охоты он использует свой огромный потенциал, который ему дает Телец, таланты, накопленный опыт, силу и материальную базу. Близнецы же даруют ему ум и знания, ловкость, свободу в выборе ориентиров, средств и методов, что еще больше увеличивает его возможности. Однако интеллектуальная подвижность и двойственная природа близнецов порождает множественность, некую разобросанность, ставит охотника перед проблемой выбора. Человек этого знака будто натянутая тетевой лукострела. Ему нужна одна четкая цель, чтобы выстрелить точно. А их у него бывает несколько. Вот он и ищет из множества наиболее приоритетную. Но она часто ускользает, раздваивается. Он может погнаться за двумя зайцами и ни одного не поймать. Про ТЖ Ориона следует всегда помнить, что недостаточно быть просто свободным и обладать всем арсеналом возможностей. Не менее важно иметь правильные ориентиры и уметь делать верный выбор. Иначе можно заблудиться в лесу, запутаться в своих предпочтениях и желаниях или ошибочно растратить то, что дано изначально. А в итоге ничего не получится. Весьма соответствующий Орион образ, оказавшийся на распутье сказочный богатырь. Все у него есть. Силушка удалая, конь богатырский и меч-кладенец. Голова на плечах, свобода и право выбора. Но вот в какой-то момент странствующий богатырь оказывается на развилке судьбы. Перед камнем-указателем вот тогда он и должен выбрать, определиться с направлением. Если он откажется чем-нибудь пожертвовать, тогда и не получит то, к чему лежит его путь. Повернув назад, он может бесцельно китаться до конца своих дней, так и не реализовав свой потенциал или растратив его впустую. Достаточно остро стоит для Ориона проблема невостребованности. Многие его проекты могут остаться неореализованными, а таланты закрыты в землю или непризнанными, неоцененными в должной мере. Известные люди, рожденные под знаком верхнего зодиака, охотник, персоны Николай II, Данте Альгери, Михаил Булгаков, Рихарак Багнер, Андрей Сахаров, Анора де Бальзак, Алексей Моресьев, Борис Акунин, Микки Ле Плачета, Карл Маркс, Александр Дедюшка, Роман Карцер, Олеся Судзиловская, Леонардо да Винчи. Я надеюсь, дорогие мои друзья, вам эта информация была полезной и интересной. Я люблю вас всех и желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока!